Три медведя В домике никого нет и вошла. В домике этом жили три медведя. Один медведь был отец. Звали его Михаил Иваныч. Он был большой и лохматый. Другой была медведица. Она была поменьше и звали ее Настасья Петровна. Третий был маленький медвежонок. И звали его Мишутка. Медведей не было дома. Они ушли гулять по лесу. В домике было две комнаты. Одна столовая, другая спальня. Девочка вошла в столовую и увидала на столе три чашки с похлебкой. Первая чашка очень большая была Михаилой Ивановичева. Вторая чашка поменьше была Настасья Петровнина. Третья синенькая чашечка была Мишуткина. Подле каждой чашки лежала ложка. Большая, средняя и маленькая. Девочка взяла самую большую ложку и похлебала из самой большой чашки. Потом взяла среднюю ложку и похлебала из средней чашки. Потом взяла маленькую ложечку и похлебала из синенькой чашечки. И Мишуткина похлебка ей показалась лучше всех. Девочка захотела сесть и видит у стола три стула. Один большой Михаила Ивановича, другой поменьше Настасьи Петровнин и третий маленький с синенькой подушечкой Мишуткин. Она полезла на большой стул и упала. Потом села на средний стул, на нем было неловко. Потом села на маленький стульчик и засмеялась. Так было хорошо. Она взяла синенькую чашечку на колено и стала есть. Поела всю похлебку и стала качаться на стуле. Стульчик проломился, и она упала на пол. Она встала, подняла стульчик и пошла в другую горницу. Там стояли три кровати. Одна большая Михаила Ивановичева, другая средняя Настасья Петровнина, третья маленькая Мишенькина. Девочка легла на большую. Ей было слишком просторно. Легла в среднюю, было слишком высоко. Легла в маленькую. Кроватка пришлась ей как раз в пору, и она заснула. А медведи пришли домой, голодные и захотели обедать. Большой медведь взял свою чашку, взглянул и заревел страшным голосом. Кто хлебал в моей чашке? Настасья Петровна посмотрела на свою чашку и зарычала не так громко. «Кто хлебал в моей чашке?» А Мишутка увидел свою пустую чашку и запищал тонким голосом. «Кто хлебал в моей чашку и все выхлебал?» Михаил Иванович взглянул на свой стул и зарычал страшным голосом. «Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места?» Настасья Петровна взглянула на свой стул и зарычала не так громко. «Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места?» Мишутка взглянул на свой сломанный стульчик и пропищал. «Кто сидел на моем стуле и сломал его?» Медведи пришли в другую горницу. «Кто ложился на мою постель и смял ее?» заревел Михаил Иванович страшным голосом. «Кто ложился на мою постель и смял ее?» зарычала Настасья Петровна не так громко. А Мишенька подставил скамеечку, полез в свою кроватку и запищал тонким голосом. «Кто ложился на мою постель?» И вдруг он увидал девочку и завизжал так, будто его режут. «Вот она! Держи, держи! Вот она! Вот она! Ай-яй-яй! Держи!» Он хотел ее укусить. Девочка открыла глаза, увидела медведя и бросилась к окну. Окно было открыто, она выскочила в окно и убежала. И медведи не догнали ее. КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует...